Воскресный праздник Мы хорошо знаем, но два момента Есть две истины, которые открыл нам сегодня Господь наш Иисус Христос Не нам только, собравшимся в этом храме Или просто верующим православным христианам Истины, которые открыл Господь всему миру Каждому человеку, независимо от того, где он живет В какой части света, какой расы и нации он относится Всему человечеству открыто две Я сказал бы так, наиважнейших истины Которые должен знать каждый человек И первое, о чем Господь сегодня в этой притче сказал О том, что со смертью человека на земле, в земной жизни Со смертью в плоти человеческой, личность человека Душа его не исчезает Личность его, бытие личности не пресекается И действительно мы с вами знаем из Священного Писания Что Господь, который сотворил окружающий нас мир, небо и землю Все, что мы с вами видим, что движется, что дышит на земле Он сотворил человека по образу своему и по подобию Мы венец творения Божия, вершина творения Божия Человек действительно принадлежит и миру материальному, физическому И одновременно мы имеем еще вторую нашу составляющую Кроме плоти, принадлежащей миру материальному Мы имеем душу свою Душа относится уже к духовному миру Невидимому нашими телесными очами сейчас Невидимому этому миру И конечно же, когда мы умираем на этой земле Ну сколько лет мы живем? 60, 70, 80 силы там Ну кто-то больше может быть Действительно, то, что принадлежит материальному миру, то и отходит ему То есть тело наше и остается здесь, в материальном мире Вчера мы с вами пели на вселенских панихидах Земля еси, про свою плоть говорили И в землю отыдешь Это первая составляющая наша А вот душа наша, она принадлежит совсем другому миру Духовному миру А духовный мир, родные мои, вечен И получается, что мы имеем вечную свою душу Каждый человек, каждому человеку это открыто Господом Богом Господом нашим Иисусом Христом И второй момент, который должен заставить задуматься каждого человека Что оказывается в вечности Душа человека может пребывать в разных местах И на лоне Авраамовом, или в район И в совсем другом месте, где плач и скрежет зубов Где мука, где тьма кромешная Оказывается И если бы действительно человечество было Человечество все было в здравом уме То самое вот это ответственное и страшное Вот как бы предупреждение Божие Конечно бы давлело над каждым человеком И человек думал бы над тем Действительно, если моя душа бессмертная Если я буду в вечности пребывать В вечности А в вечности есть два места, где может быть моя душа Конечно, люди бы, наверное, обеспокоились И, наверное, задумывались бы над тем Что сделать мне в этой земной жизни Потому что земная жизнь наша дана нам Ну как бы, как испытательное время Для того, чтобы мы сделали все в этой земной жизни Чтобы уготовить себя для жизни вечной Либо, опять же, я повторюсь Мы себя готовим к бытию жизни вечной с Богом А это значит, что в земной жизни мы все делаем Для того, чтобы быть достойными вот этой жизни с Богом То есть очистить себя, очистить сердце Очистить душу свою Ибо Бог есть любовь, Бог есть чистота Грязи и греха не может быть в Царстве Небесном Там, где пребывает Господь Бог И все Он сделал, зная нас с вами Что мы слабые Что действительно ничего невозможно человеком Но все возможно Богу Он все сделал для того, чтобы нам помочь Этого состояния достичь То есть очистить себя Мы радуемся тому, что столь много людей сегодня причащалось Это возможность действительно человеку в земной жизни Очищать себя, сердце делать чистым Потому что только чистый сердце Бога увидит И именно эти труды и предстоит нам с вами Ну, нам с вами, особенно верующим людям Потому что Господь Бог нам Мы услышали Его голос, мы откликнулись на Его зов И мы понимаем, что Он нам говорит И мы понимаем ту ответственность, которая на нас с вами лежит Ибо Он сделал все, что нам спасти Нам осталось самим потрудиться Просто за Ним идти Он протягивает нам руку Нам нужно взять свой крест и идти за Ним Весь Он есть путь истины и жизнь Он нам этот путь указал Еще раз повторюсь Если бы в здравом уме было человечество Конечно бы обеспокоилось в первую очередь Во время своего бытия земного Вот этой проблемой, что существует вечность И в вечности можно попасть в два места Кардинально противоположных Каким образом все-таки этого достичь? Вот мы с вами видим сегодняшние притчи двух людей Которые приведены Господом Иисусом Христом в пример Это богатый человек и Лазарь, нищий человек Каким образом получилось так, что Лазарь был достоин того, что оказался на лоне Авраамова? Ну, я еще хочу тут один момент уточнить Почему на лоне Авраамова, а не в раю? Мы с вами знаем, что Господь наш Иисус Христос Он обращался к ветхозаветным иудеям Еще не было его подвига на кресте спасительного Еще не было его страданий спасительных на кресте Которые действительно освободили нас от власти греха Поэтому мы с вами знаем, что по своей смерти И по погребению своему Господь наш Иисус Христос Опускался в ад Опускался в ад А в аду тогда было, опять же, уже там было два места Это мука вечная, плач скрежет зубов и тьма Илона Авраамова То есть то место, где пребывали души праведников Вот где, куда вознеслась и душа, была вознесена ангелами душа Лазаря праведника Ну а когда мы с вами знаем, что Господь разрубил эти узы Ада, победил смерть Тогда Он вывел из ада, как мы с вами знаем, души праведников Которые сейчас почивают уже в совсем другом месте Пред престолом Божиим Уже в том месте, которое мы называем рай Так что же сделал все-таки вот этот нищий Лазарь Что заслужил возможность быть на Лоне Авраамовом То есть там, где почивают души праведников И мы с вами видим вот его жизнь Этого человека удивительного Смотрите, он был больной Раны гноились у него Видимо, страдания большие физические Он претерпевал Он был голодный, холодный Ему пить надо было каким-то образом Смотрите, он ни разу не возроптал Ни на Бога Почему и за что ты меня так наказываешь Почему я такой, так плохо живу Ни на богача, врат его имения Он тогда находился, Лазарь Не позавидовал Почему я не имею того, что этот богатый человек Смотрите, он даже не просил, не взывал к нему Что накорми меня или помой И обвяжи раны мои Каким-то образом помоги мне Ничего этого не было Он смиренно нес свой крест Здесь показана нам то Как бы иллюстрация к словам Божьим Претерпевый до конца спасется Претерпевый до конца спасется Вот такое было уготовано По милости и по любви Божией Этому человеку, Лазарю Вот такой путь ко спасению Потому что, дорогие братья и сестры Мы прекрасно понимаем А если бы он вылечился, Лазарь А он стал и пошел бы, наверное, работать Заработал чего-то А может, стал богатым бы И очутилась ли по смерти его Душа его на лоне Аврааму В этом случае Сомнительно может быть Потому что, может, он начал бы жить Так же, как этот богатый человек Господь связал его Вот этими его болезнями Связал его возможность творить грех Господь по своей любви Уберег его от творения греха Поэтому вот в этих узах своих В общем-то, показав Смирение и долг и терпение Пример смирения и долг и терпения Для всех нас с вами Он оказался на лоне Авраамова Почему богат был осужден А богат жил для себя Как мы с вами знаем Как живут безбожники Скажите, что-нибудь вообще изменилось За эти вот две тысячи лет Сегодня что-нибудь по-другому Вот удивительно, что пришел Господь Иисус Христос Принес свет Принес свое спасительное учение Но дьявол настолько опутал Мир Ну, в принципе, Господь нас предупреждал Об этом, что мир возле лежит И, в общем-то, света там никак в миру не будет Поэтому люди живут еще хуже, чем тот богатый человек Ну, в принципе, так же, как и он То есть он, как сказано в Евангелии Одевался в изысканные одежды А что сейчас? Дьявол еще хуже сейчас сделал Если раньше были эти изысканные одежды Которые одевались в праздники А так была повседневная одежда А смотрите, что сделал дьявол То есть, если раньше мы с вами угадываем моду Предположим, каких-то там Ну, предположим, столетия Вот эпоха Возрождения Классицизм там Вот уже совсем иная Барокко, рок-код Это дизайн и одежда Все это менялось столетиями А потом пошли десятилетия Восьми... Что, мы не знаем, что такое, например, шестьдесятые годы Вот более старший знает Это своя мода Шестьдесятые годы А семидесятые, восьмидесятые Это совсем другое А сейчас Сезон И даже мало того Не то, что сезон Сейчас уже, значит, может быть, неделя И уже что-то совсем другое Придумывается специально Для того, чтобы люди работали на одежду Это поразительно Ведь, смотрите, если вспоминаем наших с вами прародителей Родителей, да Старший сын пальто поносил Кому она достается? Следующему брату А то и сестра И была проблема или нет? Да нет, потому что смысл одежды был в том, чтобы согреть тело Сохранить, например, от дождя или от холода Или от жары и так далее Сейчас же совсем по-другому Сейчас люди совершенно одурманены И они живут ради того, чтобы вот это вот одеть А для чего это нужно? Чтобы сосед сказал Ой, смотри, какая она модная, какая она, наверное, богатая И вот эта одержимость богатством, которое сейчас существует Просто, я не знаю, напоминает какое-то сумасшествие Потому что цель даже не то, чтобы даже обогатиться самому А именно, чтобы люди вокруг завидовали Зависть она порождает и проклятие тебе на твою голову И у тебя, а потом удивляется, откуда у них такие несчастья там И так далее То есть, действительно, вот это отступление от Бога Безбожия, которое мы сегодня с вами наблюдаем Это есть Оно имеет страшные последствия Страшные последствия в том Что люди, не понимая И даже ради вот этой каковременной жизни Потому что мы странники на этой земле Вот особенно взрослые люди Я к вам обращаюсь Вы понимаете, что такое, как быстро жизнь проходит Вот молодежь, еще у них все впереди Они еще полной энергии Впереди там нескончаемая какая-то бесконечная жизнь А мы с вами оглядываемся Только вчера было там 40 лет А уже, простите, уже под 70 Как так быстро все проходит Действительно, жизнь кратковременна Очень быстро идет жизнь И мы... Ладно, хорошо, если верующий человек понимает это И понимает, что время конца нашего подходит И нужно достойно подготовиться к этому концу Поэтому вот пример как раз богатого показывает о том Что случается с человеком, который живет только для себя Только лишь для себя Не видя страдания человека, который рядом с ним Одновременно, родные Мы не могли, не можем думать И не должны думать о том, что для того, чтобы уходить к Господу Надо стать нищим Ничего подобного Ничего подобного Господь сказал, что пред лицом Божиим все равны Все люди равны В каком бы положении в обществе они ни находились Нет ни Эллина, ни Иудея То есть нет разницы для Господа в национальности человеческой Нет ни мужского, ни женского пола Все равны перед ним Ни раба, ни господина Все равны Люди все равны В равных условиях по своему спасению В любых условиях человек может спастись Ведь когда Господь говорил ученикам Своим о богатом юноше Помните, что трудно богатому войти в Царствие Небесное Легче верблюдам пройти через игольное ушко Это не значит Он же не сказал, что богатому человеку вообще невозможно войти Он сказал трудно Другой момент Можно перевернуть это все Можно сказать и так Трудно бедному человеку войти в Царствие Небесное Легче верблюдам в игольное ушко войти Трудно войти и любому человеку в любом состоянии в Царствие Небесное. Все в равных условиях находятся. Потому что искушение бедностью, ладно, мы смотрим пример Лазаря сегодняшнего, который претерпел до конца своим смирением, терпением, заслужил вот эту величайшую награду – быть на лоне Авраамова. А вот мы сейчас смотрим на тех, которые вот у нас сидят при входе в наш приход. Вот там у ворот. Там же очень разные люди, родные мои. Там есть люди, которые действительно нужда выгнала на паперть, и они просят милости у нас с вами, потому что действительно положение тяжелое у них. Но они там скромные, они там уголочные, а их гоняют там. А там сидят совсем другие, которым нужна бутылка, которые на крест не перекрестятся. Но если перекрестятся, это только в суд и в осуждение. Это кощунство просто-напросто. Там совсем другое. Это люди нищие, как бы, получается, которые не хотят ни работать, ничего не хотят делать. Которые полностью во власти дьявола. Это разве люди, идущие ко спасению? Нет, родные мои. И получается, что можно быть богатым и жить Христа ради. Богатым Христа ради быть, или бедным Христа ради быть, или здоровым Христа ради быть, или больным Христа ради быть. Если это так, то тогда в любых положениях мы спасемся. Мы с вами богатых людей вспоминаем, особенно, помните, в России, дореволюционной России, были меценаты эти. Ведь все больницы были в Российской империи построены ими, потому что они были верующие люди, они понимали, что Бог дал это благосостояние, и им должно им правильным образом распоряжаться, чтобы действительно, ну, в общем-то, в Царствие Небесное войти. И театры, и музеи, все делалось ими для других людей. Не под себя это все делалось. Мы с вами помним, как даже наши, может быть, деды еще жили в то время, когда обязательно странника нужно было принять. Правильно? Накормить, обязательно защитить от дождя, от холода. К нам тук-тук-тук, дверь, дзинь-дзинь-дзинь. Кто? Мы из два замка закрыто. Кто там? Электрик. Я не вызывала. Нет, нет, нет. Мы боимся, родные, мы дошли до того, что боимся друг друга. И правильно делаем, что боимся. Потому что в дореволюционной России, да, там уже был расцвет бесовщины, как Достоевский писал, и уже вольнодумцы появились, и социалисты появились, безбожники. Но народ был очень верующий. Другая часть очень верующая. И поэтому они вели себя достойно. Действительно, вот эти блага свои, они с ними обращались так, как должно. Далеко ходить не надо. А откуда у нас вот эта икона большая, млекопитательница? А откуда та икона? Дорогие мои, от такого же, в общем-то, богатого человека, которому Господь Бог дал благосостояние. Он руководит большой фирмой. Так вот, что он делает, какие, что он только делает, вот, для, действительно, для людей. Вот Господь Бог дал ему благосостояние. И он, у нас сейчас, наверное, во всех храмах минских есть иконы из Греции привезенные. Это он, как, действительно, господин Шавель, Константин Ан-Алла, его супруга. Вот они это делают благотворительностью. Вот можете молиться о них. Поэтому и сейчас такие люди существуют. И мы с вами должны знать, что, родные мои, что равенства в мире не будет. Вот у нас вчера был съезд коммунистов. И мы с вами понимаем, что основная их доктрина, зависит на то, что все люди равны. Ну, это, конечно, глупость совершеннейшая. Как можно вообще это воспринимать? Непонятно. Ясно, что так никогда не будет. Причем Господь Бог прямо говорит, что этого не может быть. Потому что одному Он дает 10 талантов, другому 5, а третьему даже один талант. Способности очень разные. Но перед Богом все равны. И мы должны относиться к людям абсолютно одинаково. Да, дорогие мои, если человек имеет талант плотника, и он может сделать шкаф, то академик какой-нибудь, который имеет два высших образования, потому что Господь Бог дал ему память хорошую, способность к учению, он гвоздь в стенку не может забить. Так каждый делает свое место, и каждый важен очень, потому что гармонично Господь и весь окружающий нас мир сотворил, и общество человеческое, дав каждому свои возможности, по каждому человеку у Господа Бога есть промысел. И если мы поймем промысел у нас, и те способности поймем, которые Господь нам даровал, то мы будем занимать свое место. Да, Господь дает способности к, например, руководству коллективом. Это страшный крест вообще. И даже я не знаю, что страшнее, какой крест для верующего человека страшнее, быть руководителем или быть подчиненным. Потому что, с одной стороны, человек-руководитель понимает, что он не должен осуждать, он должен любить всех людей. Ну а тут такой человек, который там, я не знаю, пьет, или там ворует, или что, вот что делать? Вроде как нужно прощать, потому что судим и не будем. Но Господь Бог поставил тебя на это место, руководителем, то ты принимал все меры. Потому что часто бывает так, если строгие меры руководитель принят к подчиненным ему, он его каким-то образом подтолкнет к изменению вот этих своих жизней, чтобы больше не делать таких плохих дел, я так мягко выражаюсь, плохих дел. Поэтому это плюс большой руководителя. И этот крест нужно нести, потому что это промысел Божий о человеке. Поэтому, дорогие мои, тут еще другой момент, последний, я хочу просто сказать два слова, о каким образом быть верным Христу и жить Христа ради в любом положении, которое Господь нас поставил на этой земле. Вот как все-таки быть верным Христу? И, дорогие мои, слово «религия» говорит о связи, связи человека с Богом. То есть мы должны быть постоянно на связи с Ним. Это очень важный момент. Господь Иисус Христос нам это говорил об этом, что мы должны постоянно молиться. Для чего должны мы постоянно молиться? Я думаю, что у каждого из нас были такие всплески, когда мы просто пылали в своей вере, когда мы молились непрестанно. Давайте вспомним каждый вот этот момент своей. Как мы близки были к Богу? Как мы близки? Потому что мы с Ним разговаривали постоянно, мы с Ним были постоянно в контакте. Если мы находимся с Ним в контакте, то есть если мы постоянно молимся, то тогда никакая грязная мысль уже не может зайти. Там место в нашем разуме занято. Занято разговором с Богом. Он нам отвечает. Поэтому никакая грязь уже ни в сердце, никуда не может войти. А как только наши земные дела, которые нужно тоже делать, обязательно нужно делать, занимает наше сердце, наш разум, как бы от Бога отходим и холодеет наше сердце верное и становится тепло-хладненьким. Разве не так? Каждый, я думаю, может вспомнить все эти моменты. Поэтому это наш опыт религиозный, который должен зиртиться на Слове Божьем. А Господь сказал постоянно молитесь. Трудно молиться большими молитвами и молитвенным правилам, если мы не все помним в нашем утреннем или вечернем праве. Так Господь нас успокоил. Что не думайте, что нужно обязательно, как язычники, много говорить и чего-то там много делать. Достаточно нам кратенько Господи помилуй. Совершенно кратенько. Господи помилуй, Господи помилуй. И мы с Ним уже... Ну и, конечно, Иисусова молитва – это верх, конечно. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешник. То есть нам Господь дал даже возможность быть с Ним постоянно вот в этой кратенькой молитве. Он это слышит. Он об этом нам сказал. Поэтому, братья и сестры, раз мы встали с вами на этот спасительный путь, мы должны четко, совершенно знать, в любом положении, в любом состоянии можно спастись. В любом. Мы вам сколько лет ходили, 15 лет или даже больше, здесь, в нашу колонию строгого режима на Апанского. Сколько там людей спаслось? Когда человека изолирует, он в этих четырех стенах сидит, тогда открывает Евангелие, и вдруг у него там открывается Бог, и он выходит, другой человек. Конечно же, родные мои, я говорю, много таких было, но этот много, это 0,05% тех, которые все там сидят. А остальная масса даже не хочет об этом думать и живет своей жизнью. Но несколько человек, а мы знаем, что на небесах об одном спасающемся радость великая, пусть хоть несколько человек, но в таких странных условиях, страшных условиях, но спасается. Я хочу напомнить вам, дорогие братья и сестры, что у нас четверг наш престольный праздник, иконы Божьей Матери, все скорбящих радост. Поэтому в 9.45 мы встречаем митрополита Минского и Заславского Павла. Владыка приходит здесь, облачается, обращается к нам с вами, потому что потом мы встречаем мощи мученика Ванифатия. То есть к нам приходят мощи великого человека, почитаемого. Вы знаете, на Западе это Ванифации, которого они очень почитают. И у нас Ванифатий, которым молятся особенно люди, подверженные болезни алкоголизма. Особенно. То есть это весьма почитаем в христианском мире святой. Вот к нам приходит до скончания века. Потому что первый вопрос, который мне начинает задавать отец Игорь, а сколько времени это побудет у вас? Нет, родные мои. Это уже все для нашего кафедрального собора. Поэтому будут внесены и Владыка Митрополит встретит этот ковчежец, ковчежец уникальный, красивый, в виде десницы, такая вот серебряная десница. И тут вот частица мощей мученика Ванифатия, довольно большая частица. Господь Бог сподобил, чтобы эта частица была здесь у нас. Итак, в 9.45 мы встречаем митрополита, затем встречаем мощи, и затем идет уже наша Божественная Литургия. Здесь, ну, возрадуемся этому нашему престольному празднику. Еще раз Господь по милости своей нам судил, судил служить в этот радостный для нас день. Это уже многократные службы. С 92-го года мы в этот день служим. Итак, дай Бог еще нам собираться всем вместе в нашем храме, молиться рядом плечом к плечу, чтобы как Лазарь быть достойными уже не Лона Авраамова, а место у престола Божия. Спаси и сохрани вас Господь, дорогие братья и сестры. Спаси и сохрани. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова